Примите мою смиренную поклонность в Ваших горных местах. Вся слава Вашей веков пропаде. И в день Вашего веса позже позвольте прославить некоторые из многих Ваших божественных качеств. Духовный Учитель – это кто-то старитель Господа Гришины и обладает многими прекрасными качествами, божественной личностью. Дорогущего города, Вы очень преданы своему Гуру, нашему духовному дедушку, Челепра Тупани. Ваше служение Ему отставляет нас, Ваших учеников, заниматься служением под Вашим мудрым руководством. Я являюсь ленджером грудной компании, я вижу, как прекрасный руководитель учениками и проповедническими программами, как прекрасный и мудрый руководитель и милостивый духовный отец, который вовремя дает совет и поддерживает в трудной жизненной ситуации, а иногда смело и решительно выдает ученикам своей ледностью и скольки и маят. Большое Вам спасибо, что Вы даете нам возможность служить Вашим благостным стопам. Это самая большая радость для меня в этой жизни. И самое большое горе, понимать, что я могу в любой момент решить послужение Вам, лично и преданным. В целом обстоятельствах я не могу лично служить Вам, не могу приехать на весь кульский тур и активно участвовать в Ваших проповеднических программах. Я очень много и тяжело работаю, и Вы дали мне наставление, что моя работа – это мое служение Вам. И я могу предложить Вам только июне значительные результаты. Но что значат мои победы в кармических боях и офисах на заводах по сравнению со служением моих любимых братьев и сестер, Ваших учеников, с Вашими совместными великими победами на польском туре и в других не менее важных видах служениях. Мне очень тяжело, но я остаюсь в этом теле только благодаря Вашим благословениям и молитвам. Единственная моя радость в жизни – это возможность видеть Вас и служить Вам. Смейте, пожалуйста, мое средневное маленькое служение. Мы очень благодарны нашему старшему духовному брату, Кайчарану Прагу, за то, что он много лет назад давал нам возможность, а много-много лет давал нам возможность заниматься служением на этой Весопудже в городе Днепропетровске. У меня всегда было очень много служения на Весопудже, и я очень практически не могла ни слушать лекции, ни воспевать в Кинтоне, занималась всякими незначительными мелкими вещами и бегала туда-сюда постоянно. И вот однажды как-то я бежала по каким-то вопросам служения и думала, «Какая же я неудачливая и все время где-то бегаю, не могу спокойно повторять круги, не могу спокойно совершать лекции, не вижу моего любимого Гурдева, у меня столько обязанностей. Как же я буду прогрессировать в своей духовной жизни?» И в какой-то момент я быстро бежала мимо места, где в это время шла инициация. Я остановилась на минутку, чтобы поднималась в комнату смотреть на моего любимого Гурдева. А в это время выдавали ученикам четки. И вот выдали ученику четки, назвали его имя, мы дружно закричали, «Ай, Бог!» Потом вы посмотрели прямо на меня и сказали, «Когда я был молодой, я очень много времени отдавал служению, воспространяя книги. И это занимало все мое время. Я хотел повторять внимательно свое имя, чувствовать связь с Кришной, прогрессировать в своей личной жизни. Вы спросили об этом Шиву Прабхупаду. И потом вы сказали нам, что Шива Прабхупада ответил вам, что сначала нужно сделать очень-очень много служения, а потом опять придет вкус воспевания. И сейчас, сказали вы, я начал это понимать на своем личном опыте. И когда я это услышала, я воскликнула, «Жай! Слушаюсь, мой генерал!» И с легкостью побежала выполнять служение. И в моем сердце осталось только одно маленькое переживание. Приедете ли вы в следующем году для умерения Пуржа? И вы приехали. Шилы Городей, откид? Да! Да! Я очень сильно благодарю всех преданных, которые занимаются служением на этом фестивале. Я благодарю вас, человеку РДФ, за то, что вы приняли меня ученицей, за то, что вы даете мне наставления и благословения, за то, что вы проливаете так много-много милости на мою семью. Большое вам спасибо за возможность служить на Устоке, за ваши дневники и за парикраму Павлендаула. Это парикрама, моя жизнь душа, мой отец и мать, самое большое, моё богатство в жизни. Простите меня, пожалуйста, ваша очень удачливая, но очень достойная ученица для бюджетного дисплесса.